Всем привет дорогие друзья! С вами Арсений, Сеня Треноженко и новый выпуск пирожков от Сенечки! Шучу конечно! Выпуск естественно нового гайда, посвященном коротким флешкам, а точнее флешкам в смог. Дело в том, что многие зрители у меня на стримах интересуются не раз, как же я так хорошо или нехорошо кидаю гранаты. Ну и хотелось бы вам показать, собственно объяснить ту методику, которой я пользуюсь. Гранаты элементарные, но пользоваться ими умеют немногие. Однако, если вы кстати обратите внимание на новые выпуски, точнее игры всевозможные, которые сейчас проходят на разных турнирах, то вы обратите внимание, что как раз таки флешки второй кнопкой мышки сейчас крайне популярны и все профессиональные геймеры ими пользуются. Опять же, флешк в смог, чему посвящен этот выпуск. К примеру, например, идет раскидочка А-плента. Прилетает сюда стандартный ваш смог, правильно? Который вы там кидаете откуда-то от старого респауда. Дальше перед этим смоком, а точнее за ним, находятся игроки защиты. Эти игроки защиты пялятся в смог и начинают его постоянно нашивать каким-то образом. Вы, соответственно, можете продемонстрировать агрессию, так называемую. Достаете флешку, кидаете флешку второй кнопкой мышки, таким образом, чтобы эта флешка взорвалась в эпицентре смока. То есть, смог лежит посерединке хелпы, условно говоря, и здесь же в этой точке позиции должна взорваться флешка. Флешка взрывается очень просто, точнее кидается очень просто, взрывается стандартно. Вы смотрите над смоком, идете на шифте, ждете, пока она взорвется, в последний момент разворачиваетесь. Или можно развернуться, в принципе, не в последний момент, а, скажем так, по мере, по мере вашей ходьбы в этот смог, ваше приближение в смог. Вот, без смока показываю наглядно. То есть, условно говоря, представьте, что смог лежит на хелпе, вы в него идете, откидываете флешку в эпицентр, отворачиваетесь и влетаете. Что это нам дает? Вот. Ребята за КТ, которые смотрят в этот смог, которые его нашивают, они не ждут, что в смог к ним кто-то выйдет. Они думают, мол, если сейчас на нас пойдет смог, мы его шлепнем. Но! Они-то думают, что флешка не прилетит, а флешка прилетает в смоке, и они ее не видят. Соответственно, они слепнут, они в панике, они начинают бежать на головы, они держатся за свои глазки, ну, а вы просто влетаете, будь то с АК-47, будь то с пистолетом Глоки, с этой пистолетной ран, с чем угодно, и делаете свои киллы. Вообще, практиковать кнопки второй кнопкой мышки я крайне рекомендовал бы, потому что за этими гранатами будущее. Это, скажем так, явное отличие Counter-Strike Global Offensive от Counter-Strike 1.6. CS GO в этом плане более индивидуален, то есть вы не должны просить каких-то своих тиммейтов, организовать вам флешечку там и так далее. Хотя это очень хорошо, с одной стороны, в 1.6 была намного, скажем так, лучше, наверное, коммуникация между командами, но здесь же ты можешь делать все сам, не сказав никому ни слова, жестко, индивидуально сыграть под свою какую-то гранату и принести пользу своей команде. Не могу сказать, что это всегда правильно, то есть, например, у меня есть плохая привычка, но я давно уже не профессиональный игрок, больше, скажем так, веселю себя и народ на стримах часто. Ну, как только я вижу такой всмог, я всегда там в него пытаюсь ворваться, хотя это не всегда верное решение. Помните, что если вы там в большинстве, вы поставили бомбу, у вас преимущество, вы убили одного игрока там под коврами или на дефолте, вы 5-4 или 4-3, то в принципе оно того не стоит. Потому что мало ли, а вдруг игрок не ослепнет, а вдруг он ожидает, а вдруг он, не знаю, шнурки здесь завязывает и развернется в тот момент, когда флешка уже взорвется и она его не ослепит. То есть, вы, по сути, влетаете в смог на удачу, а удача это не 100% показатель. Поэтому не стоит надеяться на нее, опять же, если вы в преимуществе. Если же вы, например, в меньшинстве на большинство, пожалуйста, почему бы не рискнуть? Вас и так меньше, 3-4, сдержать, например, Плэнта на Мираже очень тяжело. А вы берете, врываете в смог, слепите двоих игроков защиты и погибаете. Пускай вы можете умереть, никого не убив, но все равно вас было меньше, вы рискнули, вы попробовали. Ибо все равно шансов, скажем так, было там немного. Поэтому, если в меньшинстве на большинство, пожалуйста, если там равное количество, тоже можно попробовать. Но если у вас все-таки есть преимущество, то, в принципе, в этом смысла нету, ибо вы просто его можете, это преимущество, потерять, растерять. С вами был Арсений Синя-Треноженко, надеюсь, я вам помог. До новых встреч, пальчики вверх! Продолжение следует...